Продолжение следует... Дал мастер-класс, как отвечать на каверзные вопросы журналист. Меньше лет он стал самым молодым футболистом в истории Бундеслиги. Стал самым молодым футболистом, забившим в Бундеслиге. Провел более двух... Вердер идет вперед, рашится с мячом на левом фланге. Подача в штрафную. Мяч отбит, но не очень далеко. И подбор за Вердером. Шахир, Ройс входит в штрафную. Ройс подрабатывает мяч. И это передача на Герей Рокшном пространстве. Да, действительно, конечно же, Афин. Это основное место работы у него справа. Ройс. Хорошая комбинация. Ройс нет. Здесь подкат. Еще один Вердера. Удар. Крузе. Подача. Это Габериселаси. Выпрыгнул выше всех. А теперь у Дор Пагмунда. Паку Алькасер. 1-0. И Паку Алькасер перебрасывает мяч через Павленку. Крузе критиковали. Когда Вердер играл неудачно. Подача хорошая. Витцель мяч выбивает. Рашится. Шуар Сарджент, который вышел на замену и тут же забил гол. Вердер атакует. Рашится. Здорово мяч принял. Развернулся. Но рядом соперники. Крузе. Классен уже в атаке. Нет. Сказал, что он очень здорово это время использовал. Подумал над проблемами. И работал на тренировках. Здесь оттер Аканжи. Вот Паку Алькасер как здорово разворачивается. Принимая мяч. И дальше пас. Ройс. Ройс. Выходит. Нет. Толчок. Там Дэви Классен. Павлинка. Агустинсон. Посмотрите, левый защитник Вердера как далеко уже выдвинулся. Но эта передача неудачная. Кажется, очень не любит разбивать. Не хочет разбивать. Люсьен Фавр очень хорошо. Они гармонируют. Герей Ротштрафную передачу. Павлин. Шахин. У него хороший дальний удар. Но здесь мяч срезался с ноги. Как здорово. Врывается в штрафную. Дальше пищик справа. И низом прострел. Острый угол Паку Алькасер. Не отстает. Дилейни. Сместился на фланг. Здесь и Хакими. С заменами. Все три футболиста, которые на поле по ходу матча появились, либо забивали, либо голевые передачи отдавали. Герей Ро убегает. Рой остается стоять на месте. И Герей Ро выполняет штрафной удар по воротам. Закрутив мяч в сторону ворот, Паку Алькасер оторвался от опекуна и забил свой очередной гол. Опять же, отразалось убежал Герей Ро. Рой остался стоять на месте. А Герей Ро вернулся и все-таки нет. Важный гол. Борусия выходит вперед. И как же интересно тут разыграли. Ну то есть, действительно, застыли футболисты Вердера. Радость уже немножко как фальшивые елочные игрушки, да? Как в том анекдоте. И да, гол засчитан. 1-0. Можно радоваться. Ну вот, за что видеоповторы не любят. Легко Максимилиана Эггештайна не обыграть. Восходящая звезда. Еще одна в страх. Вот-вот в этом году уже не получится сбор. И Дортмундскую Борусию невозможно заставить потерять порядок на поле. Хорошо сейчас между линиями мяч получает Мюрвальц. У мяча. Пошла подача в штрафную. Бюрки не играет на выходе. Но в своей половине поля это всегда очень опасно. Дортмунд любит атаковать сходу. Санчо в чужой штрафной. 1-1. Нет, передачу делает Ройс. 2-0. Следует передача и удар Ройса по воротам. А он, кстати говоря, тоже в списке лучших бомбардиров Бундеслиги. Там совсем неподалеку ремент. А защитники сделали пару-тройку шагов вперед. И Санчо прекрасно видит поле. И дальше уже в тренировке. С позиционной точки зрения. Очень мудро. И очень умно. Встречная атака Борусии. Свои позиции. Защитники Вердера не успевают занять. И Санчо аккуратненько катит мяч. Очень здорово здесь роль. Это самый сахар для Борусии. Это самая приятная и удобная ситуация. Когда защитники у него и линии. И мяч в поле остался. И Лейни очень не хотел у Глобова. И в результате атака Бердера позиционная. Не так остра. Удар, поворота. Вытянулся и вступил в игру. А сложный, кстати, эпизод. Потому что мяч вылетал из-под двоих. Только сейчас какими вернулся. Но подача уже последовала. Очень спокойно. Аканжи играет головой. Подбор Бердера. Крузе. Очень результативными. И вот уже три мяча в первом тайме. Диля. Я говорил о том, что матчи между Дортманом и Бердером не успевает помешать Крузе. И тот бьет неотразим. Очень красивая траектория. Мяч опускается в девятый. И вот здесь вот. Витцель уже рядом с защитниками. Дилейни не успевает. Просто стоит на мей. И Бердер возвращается в игру. Но как же скорость хорошая знают об этом. Костик. Какая передача классная. Герреро. Паку бить было неудобно. Санчо. Костик. Добавил субтитры DimaTorzok B vẽ Đồ thị P O V Quá trình này Thì thầy đã dạy rồi Cái thông số gì nhỉ Thông số về áp suất Thì mình luôn dựng lên một cái trục là P, đơn vị là A, T, M Theo giả thiết Thông số về thể tích thì sẽ biểu diễn nằm ngang V đơn vị là Lít Để bài cho lần lượt các thông số Vậy thì nguyên tắc vẽ đồ thị là Chúng ta sẽ tìm điểm tương ứng với từng trạng thái Trạng thái đầu tiên nó là 2 Át một phe, lúc sau đến 2,75 Gần 3 Ví dụ đây 1, đây là Đây là 2 2 Gần 3 Thì nó cơ cỡ ở đây Đây là gần 3 thì chỗ này Đây là 2 Còn đây là 2,75 Đấy Còn cái thể tích thì như thế nào À Nó là 1,12 Chỗ này là 1,12 lít Theo giả thiết Thì bây giờ chúng ta vẽ Đồ thị P và V Nguyên tắc cứ dò điểm P là 2 Át một phe Thể tích là 1,12 lít Thì chúng ta dòng ra Cắt vào đây Thì đây là điểm đầu tiên Điểm thứ 2 P2 là 2,75 Mình vừa tìm rồi Đấy Dòng ra Nhưng V2 thì nó vẫn bằng V1 và bằng 1,12 Tức là nó sẽ ở đây Vậy thì đây là thông số 2 Đây là thông số 1 Vậy cái đường nối đây này Cái đường nối 1 với 2 Đây chính là cái đồ thị Biểu diễn cho Quá trình Đăng tích Khi nó chuyển trạng thái Như ở trên Nhớ chưa Đấy Đấy là cách mình biểu diễn Em nhớ nhá Đó là Cứ vẽ trục ra bình thường Để ý đơn vị từng trục Mình đã đổi chuẩn chưa Đấy Vậy thì thứ 2 là Đo đạt Các cái khoảng cách Nó phù hợp Ví dụ như 2 ở đây Thì 2,75 của thầy Nó ở tầm tầm Gần 3 ở đây Ví dụ như thế Sau đó mình gióng sang Giống như kiểu vẽ đồ thị bình thường Ví dụ Trong cái bài toán này là 2 Và tọa độ V1 là 1,12 Thì chúng ta gióng ra Nó rơi vào điểm này Tiếp theo 2,75 và 1,12 Nó rơi vào điểm này Vậy thì 2 đoạn này nối với nhau Nhớ chưa Thì chúng ta sẽ có thể thấy ngay là À ở đây Chúng ta có gì nhỉ Đây là đồ thị biểu diễn Quá trình đăng tích Theo cái yêu cầu của đề bản Nhá Đấy là những cái ví dụ Mà thầy muốn trang bị cho các bạn Những cái kiến thức Nó trọng tâm Quan trọng Để mình có thể giải quyết được Những bài tập như này Nhá